Президент подписал распоряжение о выделении 19 миллиардов долларов на поддержку фермеров в связи с кризисной ситуацией с эпидемией коронавируса. Фермера Соединенных Штатов Америки получат помощи 19 миллиардов долларов. Это 1,4 триллиона рублей. 1,4 триллиона рублей получат фермера Соединенных Штатов Америки на поддержку в связи с кризисом. Владимир Владимирович в своем выступлении, как бы оправдываясь за те траты и деньги, которые Россия истратила около 2 триллионов долларов за период где-то с 2010 года по нынешний, говорил, что его упрекали и Кудрин, и другие экономисты за инфраструктурные проекты, такие как космодром Восточный, такие как мост на остров Русский, такие как Крымский мост. Ну и не считая войны с Сирией, не считая помощи Турции, не считая помощи Египту и тому подобные деньги в Несуэле, которые Россия тратила налево и направо. И тем не менее президент говорил, да, меня упрекали, но смотрите, тем не менее они же работают и Крымский, и Москва, и на остров Русский, и это тоже правда, да, вот, то есть как бы прав президент. Однако, если бы за этот период денежные средства были вложены в развитие сельских территорий и малых городов, то на сегодняшний день мы бы не имели стагнирующих, деградирующих территорий, сел и деревень, а также малых городов России, где остановилась любая экономика, где люди очень бедные, вот, и где нету работы, безработная территория, вот, так вот, денежные средства и надо было направить, вот, на развитие именно территории. Коллеги, друзья, жители сел, деревень и малых городов России, скажите, а ваши представители сейчас находятся в этих учреждениях, они во власти есть? Вы избрали своих представителей, именно тех, кто будет отстаивать ваши интересы, именно тех, кто вот этот самый 1,4 триллиона рублей можно было бы направить сейчас именно в эту кризисную ситуацию на развитие программ сел и деревень, на развитие промышленности и производства в малых городах, вот. И это было бы самое правильное решение на данный момент. Однако, такое решение некому сделает. Вы думаете, что те 276 миллиардов рублей, которые сняли, урезали из программы комплексное развитие сельских территорий, это просто так вот, что ли, Путин расписал и снял? Нет, конечно. Это ему принесли такой документ, где Машковичи, Ткачевы, Дворковичи и тысячи вот тех самых людей, сидящих не ваших людей, не ваших представителей, сидящих в правительстве, в Кремле, в Думе и в Совете Федерации, в первую очередь, когда стал вопрос, а как нам урезать их, что в первую очередь, конечно, отобрали у крестьян и не добавят никому другому. Будут кидать на свои глупые туристические программы, будут, вот, знаешь, помогать вот всевозможным игрным зонам, вот, знаешь, и банкам также будут помогать вот. Но не вам, вы никто, вы пыль лагерная, вот, для них, вот, вот так вот, уважаемые жители сел, деревень и малых городов России. Когда мы с вами будем иметь свою власть, власть трудящихся, власть рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, тогда и мы будем те самые деньги государственные получать на свои развития, на свою территорию, на свои рабочие места.